31 декабря 2018 года вступил в силу указ главы государства о государственном социальном страховании, предусматривающий ряд новшеств и нововведений. В первую очередь предусматривается предоставление права самозанятым лицам, лицам, осуществляющим деятельность, не относящихся к предпринимательской, а предоставление им права уплачивать взносы в бюджет фонда. И, что важно, это очень своевременно, с учетом требований по повышению в республике, которая сейчас реализуется по повышению к страховому стажу для получения трудовой пенсии, формировать свое пенсионное будущее. То есть, уплачивая взносы в бюджет фонда, эти категории лиц, которые поименованы в первой статье гражданского кодекса, эти категории, можно обратиться к ней, посмотреть, подходите вы или не подходите под эту категорию, уплачивая взносы в бюджет фонда и тем самым формировать свою будущую пенсию свою будущую пенсионные права. Кроме того, нововведение коснулось и индивидуальных предпринимателей. Им предоставлено право не уплачивать взносы в бюджет фонда, или уплачивать взносы, вернее так, бюджет фонда за периоды непосредственно осуществления своей деятельности. Значит, отражать в формах персонифицированного учета, которые они должны представить не позднее 31 марта 2019 года за 2018 год. Эта норма распространяет свое действие с 1 января 2018 года, то есть за прошлый отчетный год 2018. Индивидуальные предприниматели, приравненные к ним, это нотариусы, адвокаты, в формах персонифицированного учета, которые они будут предоставлять в органы фонда, должны предоставить, отражают свои периоды осуществления и неосуществления деятельности. Исходя из этих периодов, уплачивают взносы в бюджет фонда. Если индивидуальный предприниматель целый год осуществлял свою деятельность, это 1281 рубль. Уплатить взносы фонда нужно не позднее 1 марта 2019 года. Если осуществлял неполный год, у него были перерывы, он рассчитывает свою сумму к уплате взносов на калькуляторе, воспользоваться калькулятором, можно зайдя на сайт фонда социальной защиты населения. Он определяет эту сумму и посредством информационных ресурсов фонда подает форму персонифицированного учета и декларирует свои сведения. Также можно подать форму персонифицированного учета для тех, кто не очень дружит с компьютером, самозанятых лиц, индивидуальных предпринимателей, на бумажном носителе. Безусловно, специалисты фонда, инспекторы фонда окажут методическую организационную поддержку, научат и помогут заполнить эту форму персонифицированного учета. Уплатить взносы бюджет фонда нужно не позднее 1 марта 2019 года, за 2018 год, подать форму персонифицированного учета не позднее 31 марта 2019 года. Индивидуальные предприниматели – это та категория лиц, которые подлежат обязательному государственному страхованию. Если он не уплатил взносы бюджет фонда до 1 марта 2019 года и не подал форму персонифицированного учета до 31 марта 2019 года, данный плательщик в органах фонда будет рассматриваться как должник за целый полноценный год работы 2018-й. К нему будут применены все меры административной ответственности, предусмотрены кодексом административных правонарушений. Это штрафные санкции в размере 20% неуплаченной суммы взноса и санкции, применяемые при несовременной подаче в формы персонифицированного учета отчетности в органы фонда.